В этом уроке рассмотрим с вами функции для работы со специфическим атрибутом, атрибутом value, которым обладают input элементы, то есть элементы расположенные на формах. Итак, начнем мы с реализации метода value, который вернет значение атрибута value относительно элемента, к которому он применен. Если же вы применяете данный метод к набору элементов, то он вернет значение только первого элемента. Если же вы применяете данный метод к списку select с возможностью множительного выбора, то он уже вернет вам массив значений тех, которые в данный момент выбраны в этом списке. Идем далее. Метод опять well, который уже принимает текстовую строчку. Он установит атрибут value вот этим самым значением, которое вы передадите в данную функцию как параметр. Причем, если применен будет к набору элементов, то установит значение value для каждого из них. И последний, последняя из реализаций данного метода, реализация, которая принимает строковый массив. Данный метод позволяет ставить флажки в чекбоксах, отмечать радиокнопки и делать выбор в таких элементах input, как элементы select. Давайте теперь рассмотрим каждую из этих реализаций на коде. Открываем документик value start. Здесь видим заранее подготовленную мной форму, которая состоит из множества элементов. И теперь давайте попробуем поманипулировать значениями этих самых фрагментов формы. Например, давайте для начала установим значение в текстовое поле нашей формы. Оно у нас там всего одно, потому что первое текст, а второе типа пассворд. Так что вызываем для этого нашего элемента метод value и передаем туда строковый параметр. Пускай это будет такая строчка, сам текст. Сохраняем документ, идем в браузер смотреть, что получилось. Обновляем страницу. Как мы можем наблюдать, соответствующее поле установилось ожидаемым значением. Теперь давайте попробуем закомментировать данную строчку. И сейчас получим необходимое нам значение. Давайте, например, получим значение элемента text area. Для этого к необходимому элементу вызовем соответствующий метод value без параметров. Сохраняем документ, идем в браузер. Ничего бы мы сейчас с вами не увидели. Почему? Потому что мы его просто получили. Дабы его пронаблюдать, вызываем метод alert. И увидим наш с вами текст в модальном окне. Все. Теперь идем в браузер, обновляем страничку. И получаем окошечко, в котором необходимое нам значение. Теперь давайте попробуем применить метод well с той целью, чтобы установить какие-либо чекбоксы или радиобаттны в выбранное положение. Еще раз взглянем в браузере на нашу форму. Давайте теперь сделаем так. Здесь выберем первую радиокнопку, а здесь второй и третий чекбокс. Что для этого нужно сделать? Идем в Trimweaver. Смотрим на код нашей формы. Мы договаривались с вами установить флажки в чекбоксах чек 2 и чек 3. Запоминаем value, то бишь значение этих самых элементов. И также хотели установить точечку на радиокнопке. Опять запоминаем значение value для этого элемента. Оно равно R1. Для начала отберем данные элементы. InputRadio и InputCheckBox. Теперь к полученному набору применяем метод well с переданным в него строковым массивом. Так, там у нас были чек 1 и чек 2, вернее чек 2 и чек 3. Мы с вами договорились. Можем даже скопировать данные значения. И еще значение R1. Не забываем передать. Сохраняем документ. Не забываем здесь ставить точку с запятой. Сохраняем документ. Идем в браузер, проверяем нашу с вами работу. Как мы и ожидали, установились галочки в нужные нам чекбоксы. И выбралась соответствующая радиокнопка. Это все, что я хотел вам рассказать о методе well в различных его реализациях. И в следующих уроках займемся с вами чем-нибудь не менее интересным.